Сохранение и развитие уникального геологического объекта, который находится в Иргизском районе. Именно такую задачу поставил Аким области он и сын Урозалин в ходе посещения метеоритного кратера Жаманшин. Также в ходе визита в район глава региона знакомился с работой Иргиз-Тургайского государственного природного резерва. Там на особое внимание было уделено вопросам поддержки аграриев и обеспечению кормовой базы. Иргизский район славится своей рыбой, богатой природой и бескрайними степными просторами. Но особую уникальность добавляет наличие на территории района знаменитого метеоритного кратера Жаманшин. По версии ученых, около миллиона лет назад именно здесь упал метеорит. При взрыве, мощность которого оценивается до 40 мегатонн, температура достигла 1700 градусов Цельсия. Земные толчки ощущались на территории современной Европы. Глубина кратера 700 метров, диаметр 5-6 километров. Он включен в список объектов сакральной географии республиканского значения. К сожалению, об этом уникальном месте знают далеко не все, даже в Актюбинской области. На данный момент, значит, какую цель мы ставим перед собой. Это значит, мы хотим, чтобы побольше внимания привлечь к этому уникальному месту. То есть, за счет создания коммунального государственного предприятия. Мы надеемся на поддержку со стороны областного руководства. Если мы откроем здесь отдельное предприятие, то привлечь туристов, значит, будет уже не так трудно. Осмотрев метеоритный кратер, Жаманшин, глава области, поручил уполномоченным органам разработать и внести на рассмотрение туристические маршруты к уникальному геологическому объекту, а также предложения по его охране и развитию сервиса. Это уникальное место, редкое даже в масштабах всей планеты. Мы не используем его в полной мере. Потенциал развития внутреннего и внешнего туризма с использованием данного объекта огромен. Богатое природное разнообразие, широкая разновидность флоры и фауны. И сейчас стоит задача охраны всего этого природного богатства. С 2007 года в Иргизском районе действует природный резерват. На его территории обитают 250 видов птиц, из которых 32 вида внесены в Красную книгу Казахстана. Из 42 видов млекопитающих два внесены в Красную книгу. Кроме того, обитают 14 видов рептилий, 8 видов рыб и 423 вида растений. Сейчас действуют два туристических маршрута – система озер Малайдар и Тургай-Нура. Наша основная цель – сохранить и приумножить биоразнообразие, взятые под защиту некоторые разновидности флоры и фауны. Важнейшей задачей является сохранение бедпагдалинской популяции сайги. На территории резервата у них идет окот. В течение года сайга мигрирует, но в конце сентября возвращается обратно в резерват. В целом материальная база у нас хорошая. В штате насчитывается 99 человек. В селе Иргиз Акимобласти заслужил отчет Акима района Дергерея-Уирбаева о социально-экономическом развитии. Онда сын Урозалин поручил усилить работу по всем направлениям и дал ряд конкретных поручений по обеспечению стабильного роста экономики и повышению благосостояния населения. Особое внимание глава области уделил текущей ситуации в сельском хозяйстве района. Минувшая зима была затяжной, но фактов падежа скота у нас не было, потому что хорошо запаслись кормами, благодаря вашей поддержке. Сейчас также просим оказать помощь с удешевлением кормов и по возможности как можно раньше начать выплаты. В прошлом году для выплаты субсидий на заготовку кормов из местного бюджета выделили 5,5 миллиардов тенге. В текущем году на эти цели планируется направить 6,8 миллиарда тенге. Сумма выросла, так как с введением выплат многие хозяйства начали регистрировать реальное поголовье скота. К примеру, прирост поголовья лошадей составил 124%. Выплаты начнем как можно раньше. Планируем в конце августа приступить. Поддержка государства есть. Не переживайте, проблем не будет. Необходимо принять исчерпывающие меры, чтобы пережить зиму без потерь поголовья. Вопросы корма обеспечения актуальны на сегодняшний день. И этому направлению глава региона уделил особое внимание в ходе встречи с местными аграриями, которая прошла на базе одного из крупных хозяйств района. К слову, в текущем году перед сельхозтоваропроизводителями региона поставлена задача по заготовке более 2,5 миллионов тонн кормов. Это полуторагодовой запас. Только в Иргизском районе по плану необходимо заготовить более 195 тысяч тонн. И эта задача уже выполнена на 99%. Николай Сырбов, Армандус Магомбетов, Руслан Ельтаев, Телеканал Ак-Тюбе. Продолжение следует... Продолжение следует...